В эфире информационная программа «Пульс города» в студии Екатерина Иванова. Здравствуйте! Смотрите сегодня в нашем выпуске. Новоселье скоро. Губернатор Мурманской области посетила Кандалакшские новостройки. Многофункциональный центр расширяет перечень оказываемых услуг и увеличивает время работы с населением. Мастер-класс от известных музыкантов в Кандалакше завершила свою работу «Первая творческая школа». С новосельем это доброе пожелание в свой адрес. Совсем скоро услышат сотни кандалакшских семей. Граждане, долгое время ютившиеся в аварийках, смогут переехать в новые просторные квартиры в домах на улице Полярной Зори и улице Пронина. Качество новостроек сегодня оценила губернатор Мурманской области Марина Ковтун. 54-х квартирный дом на улице Полярной Зори уже сдан в эксплуатацию. Одно из первых новоселья готовится отметить Елена Ралдугина. А сегодня Кандалакшанка принимала гостей. Своими впечатлениями от новой квартиры Елена поделилась с главой региона. «У меня мои родственники, друзья, они тоже очень счастливы за меня. Радуются, переживали, все узнали, как мне тяжело было, что мне удалось пережить. А сейчас вот оно, даже не верится, сказка». К переезду в новое жилье готовится еще 76 кандалакшских семей. Сдать дом обещают к 1 сентября текущего года. В пятиэтажке на Пронина сейчас завершаются отделочные работы. Радует глаз и дворовая территория. Здесь уже разбиты газоны, высажены кусты, установлена детская площадка. В рамках своей рабочей поездки по Кандалакшскому району губернатор Мурманской области посетила также Кандалакшскую ЦРБ. Нанесла визит во взрослую поликлинику, расположенную в микрорайоне Нева-3. Подробнее об этом мы расскажем вам в ближайших выпусках программы «Пульс города». Перечень государственных услуг, которые оказывает Кандалакшский МФЦ, постоянно расширяется. Если четыре года назад, когда центр только открылся, здесь оказывалось порядка 40 услуг, то сейчас их количество увеличилось до 230 позиций. В МФЦ можно подать документы на получение паспорта и водительского удостоверения, оформить сделку купли-продажи, заявить права на материнский капитал и многое-многое другое. Удобно, быстро и качественно, а с некоторых пор еще и по новому графику. Теперь учреждение работает шесть дней в неделю, с понедельника по субботу. Государственные и муниципальные услуги оказываются как в порядке живой очереди, так и по предварительной записи. Исключение – государственная регистрация прав на недвижимое имущество. По понедельникам и субботам сделки оформляются только по предварительной записи. В остальные дни – в порядке очереди. Новый график работы МФЦ размещен на официальном сайте учреждения. Подробную информацию кандалакшане могут получить также и по телефону 991-62-991-66. Собирайся, народ! Золотая осень ждет уже завтра, 25 августа, на площади перед Гакоценива. Развернется большая сельскохозяйственная ярмарка. Она будет работать с 11 утра до 6 часов вечера. Чем богаты, тем и рады свою продукцию на ярмарке «Золотая осень», помимо кандалакшских дачников, представят 32 товаропроизводителя не только из Мурманской области, но и других регионов страны. Традиционно на ярмарке можно будет купить мед, мясо и мясные полуфабрикаты, рыбную продукцию, кондитерские товары, ягоды и сухофрукты. А еще пассивной материал, рассаду и саженцы кустарников. Впервые участие в кандалакшской ярмарке «Золотая осень» примут фермеры из Лавозера. Они представят новую продукцию – мясные деликатесы из оленины. Пока обычные школы только готовятся принять учеников, в необычные полным ходом идут занятия. Этим летом у юных музыкантов Кандалакши появилась уникальная возможность стать студентами летней творческой школы «Волшебство звука». Летняя творческая школа – уникальный в своем роде проект. Идейными вдохновителями его выступили молодые российские музыканты – Мария Теплякова, Мария Смердова и Дмитрий Онищенко. Несколько лет назад они предложили организовать творческую площадку для одаренных детей. Она сейчас успешно работает в Челябинской области. Вторая летняя школа открылась в Кандалакше. Сначала преподаватели из «Волшебства звуков» приехали к нам на конкурс, который всероссийский конкурс они проводили. Этот конкурс был знаменателен тем, что не дети приезжали обычно в Москву, в Санкт-Петербург, а сами преподаватели к нам приехали. Вот два раза мы принимали этот конкурс, посмотрели, что молодые креативные преподаватели горят, и вот взяли на себя смелость пригласить их в качестве наставников для наших детей. Развивающие занятия, мастер-классы, экскурсии, тренинги и репетиции. Студентам летней творческой школы некогда сидеть сложа руки. На одном из уроков, например, говорили о творчестве Баха. И это не просто лекция по книжке, а оживленный диалог начинающих музыкантов, состоявшимся. Дмитрий Онищенко молодой, но уже хорошо известный в России и за ее пределами пианист. Привык говорить исключительно на языке нот. Ему соответствует, вот, садись норная, все-таки фуги, здоровый дом. А это, например, футович. Творчеством Баха юные музыканты, конечно же, не ограничились. За время работы летней школы кандалакшские таланты узнали много нового о творчестве Моцарта, Гайдена, Чайковского и многих других известных композиторов. Сама, вот, сам принцип рассказа о композиторах родился достаточно спонтанно во время первой встречи, когда предложили, а расскажите о каком-нибудь композиторе, о 24 этюдах Шопена. И как-то так, волей-неволей, это стало как-то интересным, это стало и мне интересным, потому что здорово находить в композиторах какие-то грани, чтобы не просто рассказать о нем, как вот биография, вот творческое наследие, вот как в музей-литературе учат в школах, а какое-то, с одной стороны, субъективное мое отношение к ним, а с другой стороны, что-то, что, может быть, не подмечает какая-то сухая статистика, какая-то вот сухая история музыки, что называется. Погружение в мир музыки стопроцентное, а опыт и знания бесценны. Молодые педагоги учат ребят не бояться экспериментировать, рисовать образы, придумывать истории и, конечно же, держаться на сцене. Только избавившись от зажима, можно добиться нового, живого и современного звучания. Мастер-классы и тренинги, многочасовые репетиции и дома, и в классе не прошли даром. Завершающим мероприятием летней творческой школы стал отчетный концерт, на котором учащиеся музыкальной школы выступили наравне с профессиональными музыкантами. Наша задача же не только их научить какому-то профессиональному, мы с ними просто коллеги сейчас. То есть мы им изначально говорим, что вы не ученики, а мы учителя. Мы с вами музыканты, мы делаем одно общее важное дело. На концертах мы будем играть вместе с вами, вы наши коллеги. То есть поэтому, собственно, они чувствуют определенную ответственность. И, конечно, дети приобретают практику вот такого концертного исполнительства, мастерства именно в процессе концертных выступлений. А лучше всего научить, играя вместе с ними эти концерты. То есть, во-первых, они получают огромный заряд энергии, которую даем мы, да, уже взрослые. То есть мы объясняем на практике, что нужно на сцене, что нужно, допустим, какие-то нюансы выносить именно для выступления на большой концертной сцене. Рояль, как попробовать, что ты должен. То есть именно вот в процессе. Не просто как лекция, да, прочитать, а чтобы они практически имели возможность это испытать. Большой отчетный концерт, яркий финальный аккорд в мажоре. Юных музыкантов, конечно, переполняют эмоции, волнение трудно скрыть, но выручает поддержка коллег по сцене. Музыка их связала и похожа надолго. Студенты и педагоги первой творческой школы уже строят планы на будущий год. На этом наш выпуск подошел к завершению. Далее вас ждет короткий блок коммерческой информации и прогноз погоды. А я с вами прощаюсь до завтра. Всего вам доброго, хорошего настроения и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok